Здравствуйте! Вновь в эфире телеканала Next TV, программа «Рядом с нами». Каждый раз, отправляясь на тренировку, наш сегодняшний герой внушает себе мысль, что идет на встречу с очень хорошими друзьями, которые ждут его с нетерпением. Возможно, в этом и кроется секрет его успеха. Ну, о ком идет речь, узнаете через несколько секунд. Сейчас после разминки мы мячом берем на двоих один мяч, в пару работаем, да, в парах. Также разминку мы бросаем, кидаем, кисти работают, толкаем отсюда. Потом сверху-снизу поработаем и поработаем сегодня на сетку. Сетка нападающий удар, я сегодня задачу такую поставил, будем изучать комбинации. Комбинация у нас крест, волна, мы по ходу будем говорить. Хамзар Ахматович Идгоров широко известен в спортивных кругах не только нашего города. Один из лучших тренеров Республики Башкортостана является ярким примером того, как вырастить чемпионов. Такое возможно только когда к своему делу относятся искренне и преданно. Отдав предпочтение волейболу в школьные годы, Хамзар Идгоров считает, что сделал тогда правильный выбор. Свою спортивную карьеру начал в Республике Узбекистан, недалеко от города Бухары, это Золотопинский район. Я учился в общеобразовательной школе номер один, раньше называлось там именно Горького. И как бы на урок физкультуры нам привели этот спорт, у нас очень хорошие учили физкультуры. Бабакул Низамович, до сих пор я его помню. И как бы на всех уроках физкультуры он как бы давал нам понятия спорта, как бы занятия, почему надо заниматься спортом. И как бы привлекать вот при школьном, скажем, кружке я начал заниматься волейболом. Там была у нас раньше в школах была многопрофильная, мы занимались и футболом, и ручным мячом, и легкой атлетикой, и баскетболом, и волейболом. И мне больше всего понравился волейбол, так как я попал, скажем, по этому поводу в волейбол начал играть. И у меня братья играли в мои волейбол, двоюродные братья. И вот это все связалось в мою волейбольную тренерскую карьеру. Потом я, окончив школу, я играл в районах, в городских соревнованиях, окончив школу, я поступил в Оренбургский педагогический университет, поступил, и на, как бы, тренера-преподавателя. И решил занять свою жизнь тренером, и мне очень нравится. Я люблю, можно сказать, волейбол, скажем, с детьми, профессионально. В основном я работал и девчонками, я начинал эту свою карьеру, работав в Кумертавском методическом училище, работал тренером. И мне кажется, что с девчонками боли у меня более лучше получалось, и, скажем, и детьми интересно, потому что приходив новый ребенок к тебе на тренировку, маленький, еще ничего не понимавшего волейболе, ты начинаешь объяснять, обучать в ОЗАХ, и, увидев каждый дневный результат, каждый дневный получение каких-либо элементов, радость с ребенком, и тебя, как бы, вдохновляет дальше работать. И, смотря на какие-то таланты у девчонок, набираешь команду, их сперва одна, вторая, третья, и набирается по 12-13 человек. И когда ты начинаешь первое соревнование выезжать, поражение, слезы, победа, радости, это вдохновляет и дает мне, как бы, импульс жизни, чтобы я тренировал волейбол. Теперь передача двумя руками сверху на каждый тренировок, который мы делаем, передачу над собой делаем, партнеру, над собой партнеру. Пока партнер выполняет над собой передачу, в это время вы должны переход делать, касание вперед, отошли назад, над собой передачу делать, касание назад, право-влево, перемещение. Все должно перемещение. Смотрите, оп, я коснулся назад, встал на свое место. Я передачу сделал, оп, коснулся назад, отошел на свое место. Все время в это время хлопаем, двигаемся и так далее и прочее. Есть вопросы? Начали. Некоторые думают, что опытные тренеры способны разглядеть будущий талант в юных спортсменах буквально на первых же занятиях. Но Хамзар Ахматович уверяет, что это заблуждение. Чтобы из ребенка получился достойный спортсмен, нужно много и упорно трудиться. Если бы, скажем, увидев каждого ребенка талантливого и так далее и прочее, это было бы, скорее всего, скучно. Потому что каждый человек с физическими данными, психологическими данными или, скажем, родителей, там, скажем, пап, мама, там, у каждого свое есть как бы направление. И я, допустим, делаю выборы, допустим, приходя в школы, отбирав детей, набирая большое количество детей какого-то определенного возраста, мы их тренируем. Мы с ними теперь играем подвижные игры, мы их учимся перемещаться, двигаться. А потом уже по ходу обучения элементов волейбола мы ищем в них какие-либо таланты. И начинаем их по всяким амплуа делить. У нас в амплуа, допустим, нападающие, связующие, там, защитники. И как бы раздеваем, определив этих амплуа, раздеваем детишек. Быстроту, ловкость, скажем, трудолюбие развиваем. И если изначально поток желающих заниматься этим видом спорта очень высокий, то спустя время ребят остается намного меньше. У некоторых детей после нескольких занятий интерес к волейболу угасает. У нас, допустим, в какой-то группе бывает 50 детей. Из 50 детей, как бы, отсекается очень много. Остаются там человек 10-15. С чем это связано? Это связано, мне кажется, что ребенок в этом возрасте еще не определился. И, как бы, скажем, родителям, в первую очередь, без разницы, чем ребенок будет заниматься. Лишь бы был занят, лишь бы занимался где-то. И поэтому, пока ребенок не определился, он будет из кружка в кружок ходить. И поэтому у нас бывало такое, что из других видов спорта к нам приходили, из нашего вида спорта уходили другого видов спорта. И где-то, скажем, в течение года это все происходит. Одни приходят, другие уходят. И в конце года уже мы должны сделать определенный вывод, определенный выбор, чтобы эту команду создать. И мы определяем команду, человек из 20, оставляя. И мы готовимся уже летним, проводим летние сборы. Отдаваясь своему делу на все 100%, Канзайд Горов старается разнообразить спортивные будни команды. Таков уж его принцип работы. Он в постоянном поиске новых методик организует совместно с родителями воспитательную работу с группой, спортивные конкурсы, турниры и выезды на природу. Помимо волейбола у нас традиции есть, что мы регулярно там собираемся, допустим, каждый год у нас традиции делаем. Мы на теплоходе по каме катаемся, подведение итогов нашего сезона. Вот у нас есть традиции такие, мы вот сейчас в последнее время начали делать. На моих день рождениях собираемся в спортзале, играем с родителями, там, с детьми. Сейчас помимо вот этого волейбола мы соединяем родителей и детей. Мы хотим даже новшество. В этом году мы хотим провести первое первенство в нашей детской партнерской школе. Волейбольная команда Алиб. В соревновании спартакяда, можно сказать, среди родителей, которые будут играть родители по возрастам, допустим, 2000 года родителей, 2000 года родителей, будут играть с родителями 2001 года рождения. Вот как бы хотим такой большой праздник делать. Выкладываясь без остатка в работу, такого же он требует и от спортсменок. Это дает отличные результаты. Его воспитанницы, волейболистки команды «Олимп», известны своими яркими победами и достижениями, как в республике, так и в стране. На стеллаже победных кубков нет свободного места. Это большой кубок. Это большой кубок. Мы ежегодно проводим международный турнир на кубок главы администрации городского округа города Несикамск. В этом году мы приглашали очень много команд. У нас было в этом 12 команд. Это приезжали из Санкт-Петербурга, из Москвы, из Челябинска, из Екатеринбурга. И почему он называется международный? У нас были друзья из Казахстана, приезжали из города Уральск, Петропавловск и Хромтава. И как бы выделив такой кубок, главы администрации мы тут заняли первое место. По возрастной категории 99-2000 годов рождения. Вот такой хороший кубок. Девчонки были награждены медалями, кубками, памятными призами с администрации городского округа города Несикамск. Ну если вспомнить первый кубок, я вот помню хорошо до сих пор. Это было в городе Уфе. Мы играли в средней общеобразовательной школе 119, это в Зеленой Роще. Я когда работал в город, когда приехал, мы в протяжении трех лет не могли выиграть первенство республики. И девочка 83-84 годов рождения, мы поехали в Уфу. И впервые в моей истории мы заняли первое место в первенстве Республики Пашистан. И для меня это было, скажем, в данный момент такое большое событие, скажем, большой результат. И я старался к этому результату очень давно, очень долго, упорно. И как бы вот это у меня получилось. И стараюсь вот этот, скажем, результат поддерживать до сих пор, хотя это очень сложно. Требуительный человек, требую к своей работе то качество, которое должно быть в каждом человеке. Потому что без требований к себе, без требований к тому, чем ты занимаешься, никакого результата не будет. Это пустота времени, это ни к чему, мне кажется. Поэтому каждый ребенок, приходив ко мне на тренировки, и каждый родитель, приводив своего ребенка, должен требовательно относиться. Это к режиму днем, это к требованиям нашим, то, что мы должны, не забывая о здоровье, не забывая об учебе, и не забывая, что регулярно поощрение тренировочного процесса. Только это может привести к результату. Он помнит всех своих воспитанниц, знает, кто чем занимается после выпуска, каких результатов достигли. Но и они не забывают своего тренера. Фотографии мне подарили мои воспитанницы, девчонки волейбольной команды. Это вот так красиво они придумали. Обычно, бывает, подарки какие-то там дают, скажем, привозят какие-то сувениры, а тут оригинальный подарок. Мне кажется, это, скажем, мой самый такой яркий подарок, который впечатлением у меня остается. Это тут девчонки, которые у нас играют, играли, и у них здесь с командами, куда ездили на соревнованиях. Это вот игровой момент, как бы это самое. И тут вот хорошая фотография, которая девчонки на свадьбе у нашей Ильаны Кудашевой, которая вышла замуж. И мы всей команде там у нее были на свадьбе, ну, в ЗАГСе. Первый год выпуска девчонки были 1982-83 годов, прежде всего, первый выпуск был. А сейчас занимаются у нас девочки, начиная с 99-го, 2000-го года. И у нас последний возраст, 2007-й год уже занимаются. Это второй класс. Многие пишут, многие, в общем, звонят, поздравляю на всех праздниках, на всяких. Я сам звоню, они говорят, вспоминают то, что волейбол им дал, что, как бы, вот эта волейбольная карьера их не зря пропадает. В общем, многие девчонки, приезжав, поступав в институте, они получают какие-то, скажем, привилегии, скажем, по учебе, привилегии, играв в студенческие команды, скажем, это очень много помогает. И много, многие девчонки по окончании своих учебных заведений, институтах и так и прочее, очень ударно устраиваются на работу. У нас много таких примеров, можно сказать. Они на спортивную карьеру строят? Нет, они, скажем, жизненную карьеру. У нас вот многие девчонки, допустим, игра в волейбол, во всех предприятиях сейчас начали, скажем, спартакиада проводить. Возьмите прокуратуру, возьмите налогоинспекцию, возьмите судебные приставы, возьмите, в любую организацию возьмите, везде проходят спартакиад. И везде спортсмены нужны. И наши девчонки, вот, я вот говорю, и в судебных приставах у нас девчонки играли в волейбол. И в команде НИФАС играли девчонки. У нас и в прокуратуре у нас девчонка даже была чемпионка страны среди прокуратур. Это девчонка, которая там работает. У нас еще одна девчонка, я в Краснокамском районе, тоже помощник прокурором работы, тоже, скажем, в волейболу ей большой толчок дал в жизни. Помимо, скажем, в волейболу, ну, у меня есть семья, у меня двое детей, жена, как бы, я тоже немало уделяю им внимания. Стараюсь, тоже они были в жизни, как бы, скажем, спортивные. У меня сын занимается, у Виктора Егоровича Зорина занимается волейболом. Дочка у меня ходит, здесь ко мне ходят на тренировках, хотя тяжело, как-то своих детей воспитываешь. Как бы, дома все время наказываешь, дома говоришь о чем-то, и сюда приходишь, как бы, это самое. Ну, приходится, как бы, ради своих детей стараться. Ну, вы к своим детям стройно относитесь? Ну, я к своим детям отношусь, как бы, скажем, если они в рабочем, в рабочей ситуации, допустим, на тренировках, да, как всем, у меня нет таких побладших, что это мой сын, моя дочь, там, как бы. А дома я, как папа, всегда слушаюсь, слышу, помогаю, подсказываю, поддерживаю, и, как бы, дома я по-другому обстоятельствую. Все думают, что я дома террор такой же, как в спортивном зале на тренировках, я дома стараюсь помягче, по-другому быть. Заслуженный тренер по волейболу, несмотря на все достигнутые в жизни успехи, не собирается на этом останавливаться и верит, что главное в завоевании еще впереди. В этой жизни, ну, в своей шедели, поднять своих родных детей. Это сына устроить, где-то учиться, дочек устроить, как бы, там, вот. А если взять спортивную, волейбольную свою карьеру, вот, допустим, я цель ставил выиграть Башкирию, сейчас выиграл, у меня очередная цель выиграть первенца России. И самая моя заветная вещь, да, чтобы подготовить хотя бы одну девочку, чтобы играла в составе сборной команды России, получила звание мастер спорта, там, выиграла чемпионат мира или Европы, или Олимпийские игры, и чтобы я получил звание заслуженного тренера России. Тренер – это не только профессия и не просто должность. Это призвание души, желание и способность отдать всего себя ученикам и быть рядом с ними всегда. О нашем герое можно смело сказать «тренер» с большой буквы. И это подтверждается каждодневной, упорной и добросовестной работой, которая заслуженно вознаграждается. Вот и подошел к концу очередной эфир нашей программы. Я желаю вам всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин